Дэнди, Дэнди, мы все любим Дэнди! Дэнди! Дэнди, играет свет! Добрый вечер, мои дорогие друзья, поклонники видеоигр. Я прекрасно знаю, что вы держите свои приставки буквально под парами и с нетерпением ждёте начала нашей программы. А вот оно и начало. В эфире шестой выпуск программы «Новая реальность». Сегодня вы увидите. Уж больно вы хитрые. Всё хотите знать заранее и предугадывать, что смотреть, а что пропустить мимо ушей. Сегодня я такой возможности вас лишаю. Смотрите всё от начала до самого конца. Впрочем, я уверен, вы так всегда и делаете. Сегодня я обещаю вам рассказать о 12 играх для разных форматов. У нас будет 3 игры для приставки Дэнди, 3 игры для приставки Сега, 3 игрушки для Супер Нинтендо и, конечно, 3 геймбоевских новинки. Но, как вы помните, в самом конце нашей прошлой программы я не успел вам рассказать об игре Тимми Тюн. И я хочу сдержать свои обещания и начать нашу программу именно с этой игрушки. Багс Банни и Бастер Баст Луз. Вот столько сразу слов на букву Б. Бастер Баст Луз по-русски означает «бастер отрывается на всю катушку». То есть без присмотра родителей, взрослых и практически не снедаемый врагами он отправляется в неизвестное путешествие по какому-то отелю. Кажется, это отель или вокзал, хотя наличие книг говорит об обратном. В общем, количество уровней в этой игре мне до сих пор неизвестно. Очевидно, оно огромное. Ну, а что мне известно, так это то, что графика прекрасная, музыка завораживающая, хочется даже иногда потанцевать. Кстати, вы это можете прекрасно сделать, если нажмете в меню Options кнопку Sound Test. Там вы услышите все мелодии из этой игрушки. И, уверяю вас, каждый из них представляет собой маленький юмористический шедевр. Вот такая история. Самые наблюдательные из вас, я уверен, заметили, что в конце прошлой программы я обещал рассказать о сеговской игре Тинитун, а тут, как вы видите, нинтендовский формат. Но, я думаю, вы меня простите. Тинитун, он и в Африке Тинитун. А мы давайте перейдем в формат Сеги. Буквально совсем недавно завершился самый, пожалуй, престижный и интересный теннисный турнир в мире – Уимблдон. Да, и помните, в полуфинале Андре Агасси сражался с Борисом Беккером и, увы, проиграл. Но Беккеру тоже досталось в финале, и его вышибли. Но Андре Агасси до сих пор является первой ракеткой в мире. По крайней мере, так было до Уимблдонского турнира. И вот у меня в руках игрушка, сделанная с благословления этого игрока. И, естественно, она посвящена теннису. Я сам немножко играю в теннис и могу сказать с уверенностью. В этой игре практически все, чем обладает теннис в реальной жизни, сохранено и отражено. В нее можно играть, как вы догадались, и одному, и вдвоем. Но самое главное – это то, насколько точно и филигранно программисты перенесли игру с большой зеленой лужайки в маленький картридж. Давайте посмотрим, что нам подарит Андре Агасси сегодня в формате Сега. Опа! Поехали! Подает Андре Агасси. Как вы знаете, теннисист высокого класса, вроде Бориса Беккера или Андре Агасси, проводит в год около сотни матчей. То есть один матч в три дня. Поверьте мне, я ума не приложу, где Агасси нашел время для того, чтобы консультировать или, как мы говорим, курировать эту игрушку. Скорее всего, это просто рекламный трюк. Ну, а игра сама по себе довольно приличная. При некоторой сноровке можно выиграть даже у компьютера, но это только в одиночной игре. Самое главное, от чего я хочу предостеречь, так это от моей ошибки, когда я бил себя по голове джойстиком и кричал, какой же я бестолковый. Главное – терпение. Не забываем выключить приставку, прежде чем вынуть из нее картридж. Что я могу сказать? Теннис – это игра летняя. Сейчас лето, но я не думаю, что многие из вас могут позволить себе играть на настоящих больших кортах, потому что, прежде всего, это довольно дорого. А играть в теннис на приставке гораздо дешевле и, как говорит сам Андре Агасси на картридже его цитата, что Андре Агасси теннис, имеется в виду игра, занимает точно такое же количество нервной энергии и стратегии, которую я использую, когда сражаюсь на корте. Золотые слова, и трудно им не поверить. Вперед в восьмибитный Дэндевский формат. В моей приставке Дэнди Джуниор уже заготовлен картридж, который называется The Ice Climber. Ice по-английски – лед, climb, карабкаться, взбираться куда-нибудь. Вот и получается, что это такой вот ледовый альпинист. Эта игрушка одна из самых старинных в восьмибитном формате, но, как видите, за эти годы она ничуть не утратила своей популярности. Смотрим, как паренек, маленький человечек, взбирается по ледяным горам и там встречает различных врагов, с которыми расправляется, ну, в зависимости от вашего умения. И мы его смотрим, как я играю в эту игру. По сути говоря, игра Ice Climber, наверное, еще древнее Super Mario. Дело в том, что этот вот ледяной скалолаз появился на наших экранах еще тогда, когда не было картриджей, а приставки были заранее запрограммированы на несколько десятков, а может быть, даже сотен игр. С тех пор прошло много лет, а мы с вами, ну, в основном, конечно, малыши, все еще терпеливо орудуем, разбивая глыбы вот таким огромным молотком. В нормальной жизни пингвинам стараются молотков и другого оружия не давать, чтобы они не попортили имущество полярников. Наш пингвин орудует им виртуозно. Отложим на минуточку пульт от приставки Dendy Junior и возьмем в руки то, что всегда со мной и с тобой. Это совершенно правильно, Game Boy. Сегодня у меня три игры для этой приставки, и я думаю, что одна другой лучше. Ну, взять хотя бы эту. Рыбокоп против Терминатора. Мы не собираемся вам показывать сегодня фрагменты из этих фильмов, потому что нет, я уверен, ни одного человека, который не видел Терминатора. Ну, с Рыбокопом, может быть, чуть сложнее. По крайней мере, обе этих картины очень известны, и именно поэтому создатель этой игры, фирма Interplay, решила встретиться с обоими героями в одной игрушке. То есть столкнуть их лбами. Признаюсь сразу, мне, как не очень опытному игроку, столкнуть их лбами не удалось. Но не нашел я в Game Boy функции, как Рыбокопу сражаться с Терминатором. Может быть, ее и нет в принципе, а может быть, просто я чего-то такого не дадумал. Ну, а игра, как вы видите, псевдо-трехмерная бродилка-стрелялка. Как вы знаете, и Рыбокоп, и Терминатор люди не настоящие. Они сделаны из железа, пластмассы, мяса, колбасы и других пищевых продуктов. Но это не значит, что их нельзя убить еще как можно. Поэтому будьте внимательны и смотрите на указатели жизни и здоровья. Удачи вам, Рыбокопы! Спасибо устройству Super Game Boy за то, что позволяет нам показывать вам в очень хорошем качестве геймбоевские игрушки. Напомню, что вот на таком маленьком экранчике вы, конечно же, ничего не увидите посредством нашей камеры. А вот фрагмент из этого фильма давайте с вами сейчас посмотрим. Игра называется «Возвращение джедая». Те из вас, кто увлекается фантастическим кинематографом, наверняка услышали что-то знакомое в названии этой игры. Совершенно верно. Именно так называется одна из серий потрясающей эпопеи Джорджа Лукаса «Звездные войны». Пока я приготовлю все к игре, мы с вами посмотрим небольшие фрагменты с этой картины. Игра называется «Звездные войны». Помогите! Помогите! Джуви! Ты что, ранен? В чем дело? Эй, Джуви, сюда! Лэндо, где он? Что, еще кто-то здесь? Где? Прекрасная картина, очень много серий отснято. По-моему, даже еще планируется снять несколько, но это зависит от того, насколько Джордж Лукас соберется с мыслями и хватит ли сценаристам и мастерам спецэффектов новых идей. А вот все идеи, которые есть в этом фильме, использованы в этом картридже. Несколько цифр, 16 мегабайт памяти. Представляете, это огромное количество эпизодов, графики и всего остального. 19 сложнейших уровней и информации для родителей. Вот здесь, сзади на картридже, обычно некоторые фирмы публикуют данные о том, какому возрасту предназначена игра. Рамок стоят галочки. И, как видите, от 3 до 10, от 11 до 14, от 15 до 17 и от 18 и старше стоят красные галочки. Значит, играть в эту игру можно, начиная с 3 лет. Когда вы покупаете игры своим детям, иногда обращайте внимание на эту информацию. Иначе вы можете подсунуть своему пятилетнему малышу какую-нибудь страшную кровавую драку, от которой у него и психка придет в расстройство, да и удовольствия никакого он не получит. Играем в игру «Возвращение джедая» для всех возрастов. Кто ж такие эти джедаи? Это особая порода галактических рыцарей, которые терпеть не могут, когда вокруг себя видят какое-нибудь такое толстое зубастое зло. Вот тогда они берут свой светящийся меч и поражают своих врагов. А потом садятся на космический космоплан и летят в голубую даль. Вы, наверное, догадались, что эта игрушка комбинированная. Здесь как бы две игры в одной. Сначала это просто аркадная драка, а потом нечто похожее на самолетный имитатор. Кстати, очень непростой. Вы сейчас видите, как играю я. И я не первый раз взял в руки джойстик. Видите, как неловко и, можно сказать, даже коряво получается у меня. Надеюсь, что у вас получится гораздо лучше. Успехов вам! И не забудьте свой светящийся меч. Обладателям приставки Дэнди Джонниор и Дэнди Классик просьба не беспокоиться. Мы переходим в ваш родной доступный формат. Известная поговорка гласит, новое это хорошо забытое старое. Давайте тряхнем с вами стариной и засунем в приставку Дэнди Джонниор один из самых первых картриджей в мире. Это игра Супер-Марио. Тряхнем стариной. Тряхнем, тряхнем. Помнится было время, когда ни в одной книге, ни в одном фильме, да и практически ни в одной песне нельзя было обойтись без цитат работ Владимира Ильича Ленина, основоположника марксизма-ленинизма. Вы уже, слава богу, об этом почти ничего не знаете. Ну а в мире новой реальности Супер-Марио вроде Ленина наших дней. Смотрите, какой он храбрый, героический, ловкий и умелый. Главное его преимущество перед Лениным в том, что он не старается принести счастье всем людям. У него задача гораздо проще. Надо просто спасти принцессу Тоудстол. Кстати, принцесса Тоудстол переводится с английского языка на русский как принцесса поганка. Ну, так уж получилось, что программисты решили добавить юморку. Добавили. И играть Супер-Марио даже 10 лет спустя так же весело и интересно, как и прежде. Пройдет много лет, а игра Супер-Марио по-прежнему будет популярной. И я уверен, что она будет появляться во всех форматах. Кстати, что там говорить. В формате геймбоя уже существует около трех или четырех игр, посвященных этому усатому водопроводчику. Давайте-ка мы и отправимся в наш любимый формат. Геймбой. Безусловным подарком всем мальчишкам и девчонкам можно считать вот эту игру. Черепашки-ниндзя. Третья часть в формате геймбой. Radical Rescue. Так она называется. Радикальное спасение. Сколько народу поспасали эти милые создания, а вот сейчас приступают к радикальному. Последнему и, конечно, самому трудному спасению. У меня в приставке Super Nintendo уже стоит устройство Super Game Boy, а в нем картридж с черепашками-ниндзя частью третьей. Все, что мне осталось сделать, это включить приставку и нажать кнопку старт. Ну вот и дождались мы, наконец. В формате Game Boy наши любимые черепашки-мутанты. Они же по совместительству Ninja Turtles. На моих глазах один мальчик, увидевший этот картридж, буквально задрожал всем телом. Как это обычно делают герои этой великолепной игрушки, пришедшей в восьмибитный геймбоевский формат. Да, и есть чему порадоваться, и есть чему позавидовать. Очень достойная анимация. Потрясающие звуковые эффекты, великолепное управление оружием, А главное, посмотрите, насколько похожи эти Леонардо, Рафаэль, Донателло и Микеланджело на своих мультипликационных прообразов. Для восьмибитного геймбоевского формата такая скрупулезность и подробность, достойная ей богу 16-битной игрушки, очень похвальна. Попробуйте поиграть, и вы поймете, о чем я говорю. Спасибо создателям этой игрушки за то, что черепашки-ниндзи теперь всегда могут быть с вами в вашем кармане. А мы переходим в 16-битный формат. Если вы можете представить себя маленьким безумным ягуарчиком в трусах и в кроссовках, если вам по зубам 8-бит игрушки, то значит игра Честер Чита как раз для вас. Wild Wild Quest. Дикое-дикое приключение Честера Читы. Прекрасная игра, единственное неудобство, но я думаю, вы это неудобство обязательно поборете, это то, что она производства фирмой Genesis. Значит, совершенно верно, значит вам понадобится Мега Ки. Так же, как и мне. Итак, Честер Чита. Дикие приключения на Западе Америки. В начале игры небольшой урок географии. Как вы видите, это карта Соединенных Штатов Америки с указанием пути Честера Чита. Кто ж он таков, этот Честер? Это маленький леопард в кедах, с огромным носом, в темных очках и с большим чувством юмора. Он, кстати, совершенно лишен оружия. Поэтому вот с такими тетками ему сражаться довольно непросто. Но при сноровке и терпении у вас это обязательно получится. Обратите внимание, что на пляжах Америки, где происходят действия игры, нет ни одной консервной банки, окурка или куска бумаги. Вы думаете, это случайно? А я думаю, нет. Сызмальство американское детвора привыкает к тому, что на улицах чисто, а на пляжах свежо и прохладно. Но это, так сказать, скрытый смысл, который вижу, может быть, только я один. А на самом деле игра очень смешная, хотя бы посмотрите, как погибает наш Честер Чита. Ну, сердце крови обливается. Цветная, яркая, очень красивая игра. Великая вещь — обучение, опыт и практика. Ещё совсем недавно, когда только начинали нашу передачу, мы и понятия не имели, что мир игровых систем настолько многообразен. И, честно говоря, я лично очень плохо разбирался во всех этих игрушках. Сегодня я знаю практически всё и даже умею пользоваться Mega KM. Кстати, в прошлой, кажется, программе я вам рассказывал, что это за система. Те из вас, кто не видел нашу прошлую программу, в одной из ближайших передач обязательно ещё раз узнают об устройстве Mega KM. Очень нужной и важной штуки. А мы с вами отправимся-ка на просторы 16-битного супернинтендовского процессора. Там есть очень интересные новинки. У меня в руках одна из самых интересных игрушек в формате Супернинтендо. Называется она Pitfall. По-английски это яма-ловушка. Именно в эту ловушку попадает главный герой этой игры. Под заголовок её The Mayan Adventure. Приключения в стране майя. А главного героя игры вы все прекрасно знаете. Не догадались? Ну тогда смотрим. Приключения в стране майя. Создатели компьютерных игр проникают туда, куда нам с вами дорога закрыта. Нет, это не джунгли, я имею в виду, а то, что они достраивают сюжеты фильмов и придумывают несуществующих героев. Как, например, этого парнишки. Как вы думаете, кто? Это сын Индианы Джонс. В фильме, как вы знаете, никаких детей у одиночки-археолога не было. Оказывается, вот он в 16-битном формате спрятался. А где же его прославленный отец, спросите вы? Загулял, загулял папаша в джунглях Амазонии. Загулял и пропал. Именно на поиске обожаемого родича и отправился Индиана Джуниор в опасное путешествие. Эта игра мне, как и вам, естественно, напомнила отдаленно Маугли для Супер Нинтендо. И удивительнее всего, что над этими двумя играми работали совершенно разные фирмы. Как говорится, идеи носятся в воздухе. Удивительное дело, когда играешь на компьютере, время облетит со скоростью света. И я в наших прошлых программах обычно не успевал рассказать обо всем, о чем намечал. Но вот сегодня, кажется, время нашей программы позволяет мне выполнить обещания. У меня осталась одна игра для Сиги и одна игра для Геймбой. И еще целых четыре минуты эфирного времени. Начнем по порядку. Итак, 16-битный формат игра Зул. Производство 1992 года сделано для системы Genesis, значит, нам понадобится Мегакей. Зул так зовут Ниндзю, который орудует в девятом измерении. Что такое девятое измерение? Это измерение вашего воображения. По крайней мере, так считают создатели игры фирма Геймтек. Посмотрим, что же такое ниндзя в девятом. Напоминаю, в девятом изображении. Все слова перепутал я, но это ничего не значит, потому что главное это игра. Эх! Поехали! Увидев начало этой игры, я сразу подумал, так это же Суперсоник. Зачем же понадобилось компании Sega выпускать подобную игру? Так, я думал, пока не увидел вот эту, сейчас вы ее тоже увидите, надпись. Ага! Чупа-чупс! Конечно, это так называемая спонсорская игрушка. Компания, производитель сладостей, напитков, швачки, бутербродов, колбасы, да чего угодно, может заказать фирме-производителю компьютерных игр игру под себя, в которой действия происходят, как вы видите сейчас, в сладком, карамельно-шоколадном мороженом царстве. Там и орудует вот этот симпатичный ниндзя в повязке и с рожками. Сейчас вам предстоит, может быть, впервые, возможность увидеть то, чего вы никогда не видели. Дело в том, что я могу попросить наиграть эту игру, какого-нибудь профессионала, вроде вас. Есть много 12-13-летних мальчишек, которым любая игрушка по зубам. Но я решил все сделать сам. Давайте посмотрим и вместе посмеемся надо мной. Как вы поняли, моя задача пробраться дальше, вправо по уровню. Но в течение целого часа, наверное, у меня это так и не получилось. пробраться. Ну и, наконец, последняя игрушка в нашей сегодняшней программе. Все аккуратно кладем на место. Время, о, время нам позволяет с вами несколько расслабиться даже. Кто-то из вас может взять, идти сорвать с грядки огурчик, помыть его и съесть. Но это тот, кто не хочет узнать о самой последней игре для приставки Game Boy. Это Mickey Mouse Dangerous Chase. Смертельная погоня Микки Мауса. Я, честно говоря, в эту игру еще не играл. Сейчас вместе с вами будем наблюдать. Но, что меня радует, производство фирмы Capcom, а вы знаете, что эта фирма прославилась тем, что сделала примерно одну четверть ваших любимых игр. Чего стоит один Street Fighter, например, производство этой фирмы. Вытаскиваем картридж из коробочки, ищем и находим устройство Super Game Boy, вставляем туда картридж, и приставка Super Nintendo работает сегодня для нас последний раз. Опасная погоня Микки Мауса. Скажу вам сразу по секрету, в начале игры ни в коем случае не выбирайте девчонку. Берите только парня. Девчонка в этой игре вообще играть не умеет. По крайней мере, у меня ей играть не вышло. А вот пареньком Микки Маусом я пробрался довольно далеко. До третьего уровня второй стадии. Ну, может быть, кому-то из вас это не покажется рекордом, но я изрядно помучился, прежде чем научился перепрыгивать врагов, а главное, постиг секрет этой игры, которая заключается в том, что кирпичи, в огромном количестве разбросанные то тут, то там, можно брать в руки и поражать ими своих врагов. Для этого нужно нажать кнопку «Ой, чуть было не проболтался и лишил вас интереса и радости открытия». Нет уж, дорогие мои, давайте-ка геймбой в руки и сами до всего своим умишкам. Успехов вам и на этом, увы, наша передача, кажется, подходит к концу. Электричество в мире кончилось, программисты перестали разрабатывать новые игрушки, все приставки поломались и в мире воцарилась тишина. Вот такой страшный сон мне приснился сегодня ночью, но, слава богу, это был только сон, все по-прежнему хорошо и мы с вами обязательно увидимся ровно через неделю и вы увидите седьмой выпуск программы «Новая реальность». Но это только через неделю. Пока! А вы не сидите без дела. Возьмите ручку, бумагу и напишите нам обо всем, что вам нравится. Присылайте нам описание игр и все, что хотите. Мы ждем ваших писем. Бейзи играет в свет!